и самая простейшая коптильня готова то есть смотрите здесь находится вентилятор вентилятор дует на те деревяшки и не горят в очень быстро они нагревают этот бак баки находится опилки яблони и вот сверху находится утка полтора часа уже ждать все это дело посыпаем и снаружи тоже и снаружи и изнутри а соль ты столько определил опытным путем или нет я просто отбалды отбирается устройство для горячего копчения утки как вы видите александр сделал одно изобретение он сделал из аппарата по копчению как он говорит горн для копчения смотрите здесь из кирпичей сложена вот такая вот печь тут он разведет костер дальше над костром поставит вот этот бак в котором находятся опилки приготовленные из яблони в этих опилках будет находиться та самая утка которая сегодня еще бегала насчета животное будет сейчас коптится его александр разбил пополам теперь берем следующую вещь смотрите берется здесь разгорается костер до костер сам по себе костер разгорается потом нагревается вот тут бак и они начинают дымить и вот потом на этом дыме очень полезно и получается блюдо очень полезно для печени для поджелудочной для всего остального теперь утка будет натираться солью с перцем черным перцем да совсем чуть-чуть перца ты насыпаешь но видим он сидеть сгорит и не будет ощущаться прям горелка получается на самом деле это вот это вот изобретатель не я если помнишь такого кадра ценного был такой лёхер сальником блюда вот . теперь мы эту уточку берем и выкладываем сюда так здоровая уточка влазить с трудом но влазит еще к сожалению у меня нет ничего прошло минут пять процесс пошел да ну-ка посними тоже давай снимай расскажи мне что ты делаешь давай давай не хочет стесняется процесс пошел и через полтора часа утка будет готова к сожалению саму утку я забыл заснять но вот видите осадки сладки так сказать один окорочок я так понимаю и одно крыло очень вкусно получилось запах невозможно передать на видео было все очень вкусно и сочно спасибо александру за предоставленное шоу